Попрошу Людмилу Григорьевну выступить с неафилированным никакими компаниями докладом и высказать своё мнение по поводу лечения метастатического рака почки. Спасибо, Филат Борисович, за представление. Добрый день, уважаемые коллеги. Это была интересная авантюра сделать такую секцию и попробовать сформулировать непредвзятое мнение и ответить на вопрос, кому и когда следует назначать именно иммуно-таргетную терапию при распространённом почечно-клеточном раке. Арсенал лекарственных средств для лечения распространённого рака почки на сегодняшний день у нас достаточно широкий. Это не только мультитаргетные терозинкиназные ингибиторы и иммуно-терапевтическая полностью комбинация. Это большой спектр иммуно-таргетных комбинаций, которые позволяют нам видеть эти реальные успехи, которые мы стали получать у наших пациентов. Мы стали их видеть уже годами, а не месяцами, как это было, например, ещё 20 лет назад. Для второй линии терапии, последующих линий терапии метастатического почечно-клеточного рака арсенал немножко сужается, но, тем не менее, он тоже достаточно широко представлен. В основном уже моно-вариантами иммуно-терапии неволумаб, например. Есть комбинация линботенипсоверолимусом, которую мы очень любим и широко используем. Понимаю, что она действительно делает то, чего мы ожидаем на этом этапе жизни пациента. Но мне кажется, что сейчас современные возможности и последовательность линий различных терапий метастатического почечно-клеточного рака выглядит примерно так. Что, зачем, когда и в какой последовательности очень сложно выстроить какую-то стройную цепочку размышлений. И поэтому, создавая эту презентацию, я поставила себе несколько вопросов, на которые попробовала найти ответы. Итак, какие же общеизвестные факторы, которыми пользуемся мы, врачи, ежедневно при принятии решения в выборе варианта первой линии терапии метастатического почечно-клеточного рака. Все мы очень благодарны, что у нас есть возможность определить группу риска по шкале АМТС. Калькуляторы доступны, все быстренько забило. Самое главное, чтобы лечащий доктор не забыл назначить показатели крови, без которых мы не сможем правильно отнести пациента к той или иной группе прогноза. Но этого недостаточно. Здесь включаются и такие факторы, как простое клиническое мышление. Например, правильная оценка, как течет заболевание. Оно индолентное или это симптомный процесс. Как будет пациент переносить тот или иной вариант лечения. Какая морфология опухоли. Куда имеются метастатические очаги. Какой локализации. Набор этих факторов и позволяет нам, правильно или нет, но как-то более-менее стройно определяться с выбором первой линии лекарственного лечения. Во второй и последующих линиях лечения, в принципе, вроде бы и факторы все те же самые, которые влияют на наш выбор. Однако, по моему мнению, начиная уже со второй линии лечения, определяющим является симптомность заболевания. И что здесь и сейчас мы должны назначить пациенту для того, чтобы в будущем мы могли обсуждать у него третью и последующую линии. Итак, вопросы, которые я поставила для себя, пытаясь определиться, кому и когда необходимо назначать иммуно-таргетную терапию при лечении почечноклеточного рака. Предпочтительными режимами первой линии терапии почечноклеточного рака на сегодняшний день являются все те, которые уже сегодня и вчера обсуждались неоднократно. Основанные они, их применение основывается на результатах достаточно серьезного, длительного уже фуллуапа, 4-5 лет. И мы можем долго дискутировать, какая из комбинаций иммуно-таргетной терапии лучше, по каким показателям. Так или иначе, мы видим, что все варианты иммуно-таргетной терапии характеризуются достаточно быстрым сроком наступления объективного ответа. Это очень важный показатель. Они все позволяют обсуждать медиану общей выживаемости за пределами 4 лет уже. Если вспомнить, с чего мы начинали, когда и 12 месяцев не удавалось добиться общей выживаемости, 4 года – это неплохо. Наверное, особняком стоят результаты, достигнутые при использовании комбинации пелемумап-неволумап, потому что это единственная комбинация кривые выживаемости, которой действительно имеют плата. Действительно, при этой комбинации мы можем ожидать того волшебного эффекта из лечения, который был в свое время показан для лечения меланомы. Для иммуно-таргетных комбинаций по характеру хвостов кривых выживаемостей, наверное, только исследование Каба-Нива может претендовать на какую-то тенденцию к платам. Во всяком случае, доложенные в этом году на АСКО-ДЖИЮ зрелые результаты наблюдения за этими пациентами говорит нам о том, что появляется надежда на плата и в этой комбинации. Но это пока только надежда. И того, что мы видим в комбинации пелемумап-неволумап, к сожалению, для других иммуно-таргетных комбинаций пока не видно. Я позволю себе сейчас отвлечься чуть-чуть от темы своей лекции. Почему я не согласилась с Силат Борисовичем по поводу, что можно через полтора года после полного эффекта думать об отмене терапии? Если посмотреть вот тут прекрасную кривую выживаемости, общей выживаемости пациентов, которые вы показали, где 94,5% больных, получавших комбинацию пемброленва, три года жили, просто жили, и вы увидите, как после отмены двухлетнего применения пембролизумаба начинает обрушиваться кривая, для меня это повод обсуждать и докапываться, и настаивать на том, чтобы при удовлетворительной переносимости иммунотерапии не отменялось. Подобные элементы обрушения кривых выживаемости мы видим и при раке лёгкого, где тоже останавливали применение пембролизумаба по истечении двух лет, и при меланоме. И, на мой взгляд, спекуляция словами, что всего 16% больных в ближайшие последующие два года имеют возврат болезни, но 16 из 100 пациентов потеряли тот достигнутый эффект, и ответ уже на реиндукцию иммунотерапии, как правило, не оказывает своего правильного влияния, и, наверное, уже не столь хорош, а для рака почки это вообще неприменимо, и сейчас я попробую это вам показать. Но начну я с простых ответов. Кому же всё-таки я точно назначу иммунотергетную терапию и сделаю выбор именно в пользу этих вариантов лекарственного лечения? Это, конечно же, не светлоклеточные варианты почвенно-клеточного рака. Селос Борисович показывал уже сейчас эти данные. При непрямом сравнении имеющихся данных эффективности комбинации неволумаб-кабазентениб и пембролизумаб-линботениб и кабазентениба в монорежиме, мы видим, что именно иммунотергетные комбинации обладают наибольшим объективным ответом и позволяют рассчитывать на достоверно лучший срок времени без прогрессирования и, в общем-то, демонстрируют достаточно достойное уважение результаты общей выживаемости. Поэтому для меня знание гистологической формы опухоли имеет очень большое значение. И в случае подтверждения несветлоклеточного варианта опухоли, даже при отсутствии ещё некоторых моментов, о которых я чуть позднее скажу, что для меня является точным поводом назначить иммунотергетную комбинацию, я буду рассматривать назначение иммунотергетной комбинации, причём из того выбора, который есть в данной конкретной клинике, отдавая предпочтение, наверное, вот этим двум иммунотергетным комбинациям, потому что для них есть известные результаты эффективности. Кому ещё я назначу иммунотергетную терапию, а не буду рассматривать другие варианты, возможные для первой линии. Это пациенты, имеющие метастатическое поражение костей и метастатическое поражение печени, потому что эти две локализации, особенно метастазы печень, определяют всю последующую, в общем-то, судьбу пациента. Это является отражением биологии опухоли, которая прижилась и развилась в печени. Но это те пациенты, кому я буду рассматривать комбинацию иммунотергетных препаратов. Мы видим блестящие результаты работы этих комбинаций, как при использовании комбинации неволумаб с кабазантинибом, когда практически четырёх-пятикратное увеличение медианы времени до прогрессирования происходит, при метастазах в кости, например, и двукратное увеличение медианы времени без прогрессирования при метастазах в печени. Судьба пациентов, имеющих метастазы в печени, она, к сожалению, обычно предрешена с самого начала, и до появления этих вариантов лечения пациенты, к сожалению, погибали в ближайшие до года. Вот так вот. В отношении метастазов в кости ситуация чуть-чуть посимпатичнее, но, тем не менее, мы видим, что использование, опять же, этих двух иммунотергетных комбинаций пембра-ленва и невокаба позволяют нам существенно, в разы, в четыре, в три-четыре раза увеличить медиану времени без прогрессирования, а, например, для комбинации ленва-пембра было даже показано и двукратное увеличение медианы общей выживаемости. Снижение относительного риска смерти у этих пациентов составило 50%. Комбинация ленва-пембра при метастазах в печени также демонстрирует достойные результаты как непосредственной эффективности, так и возможности отсрочить прогрессирование. И, возможно, учитывая, что доверительный интервал отношения рисков все-таки для этой популяции не перешли за единицу, позволяет нам думать о том, что и на общую выживаемость использование такой комбинации может оказать влияние. Кому я точно не назначу иммунотергетную комбинацию? На это, наверное, проще ответить. Я не буду рассматривать назначение иммунотергетной комбинации пациенту, получавшему предшествующую терапию ингибиторами контрольных точек иммунитета. В этом году мы получили, на мой взгляд, да, можно спорить, что это был антипиди-Л1 препарат и так далее, но мы получили результаты исследования контакт-03, который нам ответил на этот вопрос. Доложены результаты исследований ранних фаз первой и второй фазы комбинации ленва-пембра у пациентов, у которых допускалось предшествующее применение ингибиторов контрольных точек, говорит нам о том, что можно ожидать медиану выживаемости до прогрессирования около 12 месяцев. Но посмотрите эффективность в этой же клинической ситуации комбинации ленва-эви, ленвотинип и веронимус, те же самые 12 месяцев, поэтому есть о чем подумать. Исследование контакт-3 преследовало собой цель оценить, что эффективнее у больных, имеющих прогрессирование на ингибиторах контрольных точек иммунитета, кабазантинеб в монорежиме или в комбинации с другим по варианту, потому что мы же до этого используем антипиди, антитела в основном, вариантом ингибитора контрольных точек иммунитета, антипиди или антитела, антитела, а тазолизумаба. Рандомизация была один к одному, и вот они результаты. Можете не протирать очки, действительно кривые, не имеют никаких элементов расхождения. Да, конечно, попытались поискать глубоко в опухолевой генетике, в каких-то молекулярных сложных механизмах и взаимодействиях, и вроде как есть какой-то отдельный вариант набора генов, определяющих иммуночувствительность, но факт остается фактом. Ни выживаемость без прогрессирования, ни общая выживаемость у этих пациентов никак не отличалась. Но это исследование, с другой стороны, блестяще подтвердило высокую эффективность опции назначения кабазантиниба как оптимальной для пациентов, которые имеют прогрессирование на предшествующей терапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. То есть, несмотря на то, что спонсировалось исследование компании Hoffman-Lerosh, пользу и блестящие результаты получила совсем другая компания. Но результат для меня, это исследование было очень важным, мы в нем участвовали. И действительно, повторное назначение иммуно-таргетных комбинаций, наверное, не наш выбор на перспективу дальнейших подходов в лечении этих пациентов. Причем данные по всем ключевым вторичным целям, данные по подгрупповому анализу выживаемости без прогрессирования в этом исследовании говорят нам о том, что добавление отезолизумаба к кабазантинибу не приводит к увеличению ни частоты объективных ответов, ни выживаемости без прогрессирования, ни общей выживаемости, но точно увеличивает частоту нежелательных явлений 3,4 степени и редукции доз, и отмен лечения по нежелательным явлениям. Когда стоит задуматься о назначении иммуно-таргетной терапии? Для меня это было сложное принятие самой собой такого подхода, но, как ни странно, это окажется группа больных, относящихся к благоприятному прогнозу. Если посмотреть частоту объективных ответов и частоту полных ответов при использовании иммуно-таргетных комбинаций, мы видим, что это действительно блестящая возможность получить полный объективный ответ, регрессию всех проявлений заболеваний, даже у пациентов, имеющих благоприятный прогноз. Ну, вы скажете, ну и зачем они и так хорошо живут, в общем-то, по большому счету, там этикиами можно обойтись, ну а потом там поиграться неболумабом и так далее по списку. Но есть результаты выживаемости больных в зависимости от достигнутого объективного ответа. Я не поленилась и покопалась вообще в литературе, сколько посвящено этому вопросу, когда обсуждается почечноклеточный рак. Удивилась, поскольку это действительно очень глубоко развивающаяся тема, вплоть до того, что объективный ответ является независимым фактором прогноза течения болезни при почечноклеточном раке. Поэтому для меня появляется очень серьезный вопрос. Как нам теперь тогда среди этих пациентов группы благоприятного прогноза? По каким-то стигмам, по каким-то маркерам могу сказать, что ни один из многочисленных молекулярно-генетических глубоких погружений при попытке вычленить какой-то предиктор эффективности иммунотерапии пока обнаружен не был. Хотя все исследования, которые мы сейчас обсуждаем, в обязательном порядке требовали наличия опухолевых образцов. Каждое исследование команда занималась поиском каких-то предикторов. Я для себя понимаю, что если нам удастся вычленить вот этот вот предиктор эффективности полного ответа, то, конечно, тогда пациенты благоприятного прогноза с шансом у каждого пятого получить полный ответ и как следствие этого получить вот такую волшебную кривую выживаемости уносения, самая верхняя. Мне кажется, обрушение там происходит как раз исключительно после отмены пембролизумабы по истечении двух лет. А если его не отменять, то мы можем получить наконец-то оплата выжившего человека, излеченного. Поэтому на сегодняшний день для себя я составила вот такую картинку мира для определения выбора варианта лечения и определения места иммуно-таргетной терапии. Пациенты с благоприятным и наилучшим промежуточным прогнозом могут вообще немножко даже понаблюдаться. Бывает и три месяца, и шесть, и год, и побольше наблюдаем этих пациентов. Максимально широко использовать локальные методы лечения у этих пациентов. Но в случае принятия решения о необходимости лекарственного лечения, использовать тирозинкиназный ингибитор в монорежиме. И может быть, вот именно основываясь на результатах вероятности у каждого пятого добиться полного ответа даже при благоприятном прогнозе и обеспечить этим судьбу пациента, как излеченного, наверное, у какой-то когорты пациентов комбинацию иммуно-таргетной терапии даже при благоприятном прогнозе. Пациентов промежуточного и плохого прогноза я буду рассматривать только на иммуно-таргетную или чисто иммуно-терапевтическую комбинацию в зависимости от симптомности болезни. В зависимости от того, есть ли у пациента время подождать реализацию ответа, потому что, являясь поклонником и столько убеждённой, что иммуно-терапия может всё-таки излечивать, конечно, если есть время на реализацию эффекта комбинации эпенива, особенно у пациентов группы плохого прогноза, у пациентов с метастатическим поражением головного мозга, конечно, я выберу комбинацию эпенива. Все остальные пациенты для меня являются кандидатами для назначения иммуно-таргетной терапии, которая позволила нам, наконец-то, обсуждать последующие линии лечения, причём не одну линию лечения, и обсуждать вот эти вот феноменальные результаты по типу «встань и иди». и отвечая ещё раз на вопрос, когда следует назначать иммуно-таргетную терапию, я отвечу. В первой линии терапии, это если говорить по времени, при условии комплоентности пациента и готовности врача корректировать нежелательные явления. Несоблюдение одного из этих пунктов может перечеркнуть всю высокую эффективность этих комбинаций и закончится буквально спустя пару дней начало приёма лимботиниба того же самого, или кабазантиниба, у которого есть свои специфические варианты токсичности. Кому? Пациентам с несветлоклеточными вариантами почноклеточного рака, здесь я буду рассматривать комбинации лимбопембра и НИВАКАБА, пациентам промежуточного и плохого прогноза с симптомными метастазами, требующими незамедлительного объективного ответа, понимая, что время до развития объективного ответа при этих комбинациях составляет менее трёх месяцев, мы действительно видим, как пациенты начинают улучшаться уже к следующему курсу лечения, то есть буквально счёт идёт на неделю, как происходит уснижение симптомности заболевания. Ну и, на мой взгляд, это всё-таки вариант предпочтительного выбора при локализации метастатического процесса в костях и особенно в печени. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Григорьевна. Ну, я сначала попрошу Елену Владимировну прокомментировать, может быть, подход, который защищает Людмила Григорьевна. Спасибо большое. Позвольте, я несколько разорву шаблоны, задам вопрос, и позвольте разрушить картину мира предпоследнего слайда. Кому вы не назначите комбинированный режим, будь то иммуно-иммунокомбинированный режим, либо сочетание таргетной терапии в комбинации с чекмойтоингибиторами? Кому вы не назначите? Ну, как я уже показала, после предшествующей иммуно-терапевтической комбинации не назначу. Речеллендж ингибитора контрольных точек иммунитета я не буду применять в практике, имея тот набор знаний, который сейчас был представлен. Этим подным я не назначу. Я не назначу иммуно-таргетную комбинацию некомплоентному пациенту, потому что она все равно прекратится, эта комбинация некомплоентного пациента. И все, наверное. А задам вопрос с другой стороны. Кому вы назначите монотерапию ингибиторами тирозинкиназных рецепторов? Есть ли такой пациент? Есть. Существуют ли эти пациенты? Есть. Это вот пациенты, которые относятся к благоприятному прогнозу, которые имеют локализацию, имеют светлоклеточный вариант опухоли и имеют преимущественно легочную локализацию метастазов, которые мы долго-долго наблюдаем, потом думаем, нет, надо все-таки полечить. Вот я, наверное, начну полечить эту пациентку, пациента именно монотеразинкиназным ингибитором. Ну и, наверное, супериндолентным течением. Ну вот я говорю, что мы наблюдали-наблюдали, потом думаем, ну ладно, давай полечим все-таки. Людмила Григорьевна, а допускаете ли вы такие ситуации, когда мы можем применить тактику «наблюдая и жди»? Конечно. Как часто вы видите этих пациентов в рутине? Нет, это немного пациентов. Получается, что пока они проходят клиентские пути, мы уже имеем этап наблюдения как минимум 3-5 месяцев, и мы уже можем вычленить тех пациентов, у которых ничего за эти месяцы не произошло, и которые точно так же еще на 3 месяца могут пойти просто под наблюдением. Их немного, это менее 10% от всех пациентов, имеющих метастатический почечноклеточный рак. Но они есть, и они действительно у нас ходят и наблюдаются. Потом на каком-то этапе мы говорим, ну, заслужил, полечим и принимаем решение, тиразинкиназный моно или все-таки с пембриком. Что-то такое. Спасибо, абсолютно поддерживаю, но не во всех моментах. И позвольте буквально пару минут для моих маленьких комментариев практикующего врача из нефедерального учреждения. А я не из федерального, я из городской службы здравоохранения города Москвы. Это не камень в огород был. Вообще абсолютно не федеральный, нам проще. Спасибо огромное, коллеги. Но, во-первых, не нужно забывать о том, что мы с вами трудимся в трудовом поле, и мы должны уважительно относиться к прочтению инструкции по медицинскому применению. Увы, несмотря на то, что ингибиторы тиразинкиназных рецепторов, как комбинаторные партнеры, имеют класс специфичное нежелательное явление, имеют принадлежность к одному классу противоопухолевых агентов, отличия в противопоказаниях между ними имеются. Поэтому самый простой доступный механизм, который бы я еще приплюсовала к тому, что совершенно блестяще сейчас озвучила Людмила Григорьевна, это сопоставление инструкции по медицинскому применению, противопоказания из инструкции по медицинскому применению всех комбинаторных партнеров. Коллеги, почитайте внимательно, действительно отличия есть. Если ленватениб, противопоказание помимо беременности, возраста, индивидуальной гиперчувствительности является хроническая болезнь почек в терминальной стадии, то для КАБа появляются две новые позиции. Помимо, опять же-таки, беременности, возраста, индивидуальной непереносимости, на минуточку отличия, это печеночная и почечная недостаточность тяжелой степени. Для оксидениба, если мне не изменяет память, мы увидим только гиперчувствительность. Поправьте меня, кто сидит в зале. Второй момент, на который бы я обратила внимание, коллеги, это полипрагмазия. У нас с вами есть действительно очень серьезная проблема. Что дают нам клинические рекомендации? Это всего лишь вектор. А проработка нюансов и деталей в каждой конкретной ситуации происходит в конкретном пациенте, в конкретном месте. Если наш пациент получает, мы планируем ему назначить ингибиторы тирозинкиназных рецепторов, но при этом он имеет высокий коморбит, крайне отягощенный соматический статус, который требует лечения здесь и сейчас сопутствующей патологии, которая на минуточку может оказаться в любой момент конкурирующей патологией, мы обязательно должны учитывать межлекарственное взаимодействие и вспомнить о том, что ингибиторы тирозинкиназных рецепторов являются субстратом для ингибиторов и индукторов системы цитохрома 450-4. Мы помним с вами о том, что концентрация ингибиторов тирозинкиназа может уменьшаться, и здесь мы не увидим эффект, если применяем индуктор, если применяем ингибиторы. Концентрация, соответственно, у нас увеличивается, и здесь мы можем с вами столкнуться с выраженными негативными токсическими реакциями. Что еще важно помнить? К сожалению, ряд ингибиторов тирозинкиназных рецепторов также может индуцировать, активизировать транспортные системы п-гликопротеидов, также влиять на различные субстраты, на связь с белками плазмы, и есть определенные характеристики. Поэтому я бы, выбирая комбинацию, какую из комбинаций назначить, лишний раз все-таки прогнала через ряд вспомогательных систем, drug interaction, либо какие-то иные вариации использовала для того, чтобы убедиться в безопасности межлекарственного взаимодействия. Есть также один нюанс. В том случае, если мы видим, что у нас неизбежна ситуация применения этих препаратов, сопутствующих, которые помешают эффекту, либо повысят токсический эффект ингибиторов тирозинкиназных рецепторов, мы должны рассмотреть альтернативу лечения конкурентной болезни. Но если этих альтернатив нет, тогда, увы, я от одного TKI, уйду к другому TKI или вообще уйду на комбинацию чекпоинт-ингибиторов. Почему? Коллеги, о чем важно помнить? Чекпоинт-ингибиторы, их метаболизм не зависит от системы цитохромов и других изоферментных систем. Дело все в том, что фармакокинетические их характеристики, данной группы препаратов, данной группы моноклональных антител не меняются, независимо от того, используемые индукторы или ингибиторы цитохромов, фармакокинетические характеристики остаются стабильными. Поэтому, если есть выраженная проблема полипрогмазии, я, скорее всего, отодвину. Если увижу угрозы комбинации TKI плюс чекпоинт-ингибиторы, наверное, я уйду у пациентов с промежуточной и неблагоприятной группой прогноза в сторону чекпоинт плюс антицитиль-4 агент. Абсолютно поддерживаю вас в плане комплоентности. Зачастую в некоторых ситуациях комплоентность пациента поддерживается родственниками, и эта комплоентность легче реализуется в жизни, когда пациента привозят на инфузионное введение. Не всегда можно у пациента проконтролировать комплоентность приема таблеток. Важная ситуация, важная. Ну и позвольте все-таки, несмотря на то, что это медицинское мероприятие, коснуться чуть-чуть экономического вопроса, назначая препарат, мы понимаем, что, скорее всего, столкнемся с вероятной редукцией, и мы задумаемся о том, насколько доступна нам будет реализация этой редукции. Ведь мы знаем, что все три ингибитора тирозин-кинастых рецептора имеют такую форму выпуска, которая не позволит в рамках одной упаковки осуществить редукцию. Вы согласны, Людмила Григорьевна? Нет, абсолютно согласна, юридически вы абсолютно правы, подписываюсь под каждым словом, но жизнь есть жизнь. Опыт, приобретенный в повседневной практике, позволяет найти выходы из этой ситуации. Поделитесь секретом. В кулуарах. Мы сейчас просто на самом деле готовим такую обоснованную подоплеку, почему так можно делать, и потом поделимся со всеми. В рамках кинетика? Нет, мы, в общем, поделимся, как только мы будем готовы подкрепить это какими-то научными данными, что так можно сделать. Спасибо большое. Спасибо, Людмила Григорьевна. Ну, вот слушая дискуссию экспертов на АСКО и после АСКО, сейчас много этого публикуется в Ютьюбе, о сроках, о длительности терапии и возможности отмены, ну, практически все из них говорят, что мы ко второму году уже начинаем говорить с пациентами, ну, давайте, может быть, мы сделаем перерыв, отменим и так далее. Вы убеждены, что именно отмена является причиной прогрессии, потому что, ну, прогрессия может быть не и без отмены. Я понимаю, что в исследовании ИПИ-НИВА пациенты пожизненно, можно сказать, получали НИВЛУМАП, и Вы считаете, что это причина того, что на плата выходит выживаемость? Может быть, но тогда мы говорим о антипидиодин препаратах. А что касается ТКИФ, мы их можем отменить? Дело в том, что теразинкиназный ингибитор, каким бы волшебным он ни был, его эффективность конечна. Конечно. Она конечна. Поэтому вопрос, для меня в отношении теразинкиназного ингибитора будет вопрос переносимости. Если пациент хорошо переносит, он будет его продолжать принимать. Когда эксперты говорят о том, что мы спустя полтора года начинаем это обсуждать, мне всегда очень хочется посмотреть на этих экспертов и спросить, а сколько лично больных Вы видели за последние полгода, которым Вы прекратили лечение. А сейчас, имея возможность наблюдать вживую этих пациентов, кому мы отменяли, ну по приказу надо отменить, отменяли. И кому не отменяли? Они живут по-разному. То есть это просто ощущение того, что ты видишь ежедневно в повседневной практике. Мы стараемся это все сейчас суммировать в таблице, грубо говоря, чтобы потом проанализировать, отличалась ли судьба пациента, в котором был отменен препарат иммуно-чекпоинт-ингибитор по времени 2 года, либо был продолжен. Но Вы говорили об исследовании контакт-03, которое показало, что повторно назначение не имеет, не работает. И тут я побоюсь, значит, отменять. Но это разные ситуации. Одно дело, пациент запрогрессировал, и мы повторно ему назначаем, а другое дело, мы отменяем препарат на этапе, когда у пациента полный ответ, то есть он прекрасно отвечает, и потом делаем речеллендж, когда считаем, что нужно возобновить лечение. Для починоклеточного рака мне не попадались пока такие публикации, которые можно было бы именно с этой точки зрения проанализировать. А речеллендж иммунотерапевтических агентов при раге легкого, как Вы знаете, оказался не столь успешным уже, как назначенный обфронтом и сохраненный на длительность применения. Людмила Григорьевна, действительно, на первый взгляд, причина такого поведения кривых… Обрушение происходит, отменили, и они начинают обрушиваться. Действительно, самое очевидное, что сюда напрашивается, это отмена антипедиадинтерапии. Я сейчас рассуждаю как клинициста. Не считаете ли Вы, что здесь могут иметь ключевую роль несколько иные причины? В частности, посмотрите, ведь в трех исследованиях не удалось продемонстрировать достоверное расхождение кривых в отношении ВБП. Так, может быть, там повлияло слишком разношерстное соотношение группы превалирования… Нет, ВБП как раз получилось, а в общей выживаемости… ОВЭ, извините, ОВЭ. Так, может быть, причиной явилось как раз-таки соотношение диспропорции группы благоприятного прогноза, где не продемонстрировано увеличение общей выживаемости по сравнению с более минимальной группой неблагоприятного прогноза, ведь фактически вытягивают весь успех, он закладывается в группы промежуточного и неблагоприятного прогноза. Может быть, вот эта вот диспропорция каким-то образом сказалась? Нет, ну есть же во всех исследованиях, есть уже представленные красивые кривульки выживаемости и без прогрессирования, и в части исследования АВЭ в зависимости от группы прогноза. И мы там видим, что в группе плохого прогноза кривые расходятся достоверно, в том числе и по общей выживаемости. Поэтому нам есть о чём ещё дальше думать, есть куда двигаться. Мы знаем, что сейчас идут исследования в том числе по уже тройной комбинации и пенива, и теразинкиназный ингибитор. Ну и плюс на подходе следующие поколения препаратов, которые позволят нам, наверное, в какой-то степени заново заставят нас пересмотреть вообще все подходы в лечении. Возможно, что через пару лет мы будем обсуждать необходимость использования АПФРОНТом в первой линии тройной комбинации с Блазутифаном, например. Я не знаю. Спасибо большое, Людмила Григорьевна. Спасибо. 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 Спасибо.